Сегодня, как никогда, нашли подтверждение слова императора Александра Третьего. Во всем свете у нас только два верных союзника – армия и флот. Это не просто союзники нашего народа. Это наша гордость и надежда. Нет человека, которого оставил бы равнодушным военный парад на Красной площади. Демонстрация мощи России и уверенности в мирной жизни. Поднимемся в небо. Вместе с героем нашего рассказа – полковником Василием Петровичем Клещенко. Признанным асом-вертолетчиком. Я нахожусь в валютном порядке, тем самым мне видно, как летят впереди идущие группы. Можно при необходимости кого-то подкорректировать. ПОДПИШИСЬ КЛЕЩЕНКО Русский летчик с украинской фамилией родом из Амурской области из села Ивановка. Сельская жизнь научила его преодолевать трудности с детства. Сибиряки все умеют – и руками работать, и головой думать. И Василий был таким, настойчивым. Заходил поступить в уссурийское суворовское военное училище. А это очень непросто. И стал его курсантом. Он рос рядом с вертолетным полком, и еще ребенком любовался винтокрылыми машинами в небе, которая манила парня. Поэтому следующим этапом карьеры Клещенко стало Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков. И там он буквально заболел вертолетами. Он знал каждый винтик в авиационной технике. Эта маленькая деталь для него была частью магии, поднимающей машину под облака. Часами он оттачивал сложные технические элементы за штурвалом. И позже, повышая свой профессиональный уровень, с легкостью поступил в престижную военно-воздушную академию в Воронеже. 2250 часов. Это же почти 100 суток непрерывного полета за штурвалом вертолета. Ему подчинялись многие типы винтокрылых машин. Разведывательно-ударный вертолет Ка-52, всем известный «Аллигатор», стал его любимчиком навсегда. Руководитель летной группы армейской авиации «Беркут» и Василий Клещенко выполнял боевые задания в Чечне, Таджикистане и Сирии. Считался одним из лучших пилотов России. Неоднократно участвовал в параде победы на Красной площади. В 1979 году в городе Торжок Тверской области был создан Центр боевого применения и переучивания летного состава. Летом 2019 года отмечали 40-летие этого центра. Полковник Клещенко служил заместителем начальника центра и к юбилею дал интервью. Василию Петровичу тогда было 43 года. До начала специальной военной операции на Украине оставалось меньше трех лет. Мирных лет. Хотя летчики всегда на боевом посту. Давайте посмотрим, каким он был. Если говорить об истории центра, то свои истоки центр берет. С 1978 года, когда был издан приказ о формировании центра, он был сформирован на базе нескольких формирований на то время. Ключевые из них вошли 696-й Ислевско-инструкторский вертолетный полк, 92-я эскадрилья, ну и все, что составляло на той части обеспечения. Из ключевых моментов можно отметить, что в прошлом году, в декабре месяце, наш центр переименован в государственный центр. Мы, соответственно, осознаем, что это очень ответственно для всего личного состава. Уже статус совершенно другой. Хотя, по большому счету, предназначение центра осталось тем же. Мы как занимались, так и будем продолжать заниматься переучиванием летного состава и авиационного персонала, армейской авиации, в том числе и иностранных военных специалистов. В специальной военной операции 46-летний Василий Клещенко участвовал с 24 февраля. Сослуживцы вспоминают о нем, как они бывало смелым человеке. О том, страшно будет или тяжело, он никогда не думал. Есть задача, значит, надо выполнить. В качестве командира специальной боевой вертолетной группы офицер грамотно организовывал выполнение боевых задач личным составом. Сам руководил подготовкой экипажей. В небе летчик принимал нестандартные, неожиданные решения, благодаря чему он мог успешно уничтожать даже особо важные цели. Ночной вылет 15 апреля был стремительным. Получены координаты сил противника, собрана группа. Штурвал в руках, команда от винта – взлет. Быстро, профессионально, решительно. Вертолет Клещенко шел первым в составе авиационной группы. В Изюмском районе Харьковской области вертолеты настигли украинскую колонну бронетехники. На «Аллигаторе» заговорили пушки. За пару минут были подбиты все вражеские железки. Вертолеты ушли на малую высоту, чтобы обезопасить себя от контрударов противника. Но недалеко от деревни Гусаровка попали в засаду. Выстрел из переносного зенитного ракетного комплекса сбил машину командира «Беркутов». Уйти от такой внезапной атаки было почти невозможно. Клещенко пытался вытянуть вертолет до последнего. Но верный «Аллигатор» не выдержал ран. Винты остановились и беспомощно повисли над кабиной. Вертолет рухнул на землю и полностью выгорел. Василий Петрович мог бы заблаговременно катапультироваться и спастись, но из-за полученного повреждения лопасти вертолета не отстрелились. Поэтому катапульта не сработала. Его похоронили 12 августа 2022 года в Торжке на Иоанно-Богословском кладбище. У полковника Василия Клещенко остались жена и две дочери – Ульяна и Варвара. Он всегда говорил, что он счастливый человек, потому что у него есть крепкий тыл и его замечательная семья. Указом президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, полковнику Клещенко Василию Петровичу посмертно присвоено звание Героя России. Жители старинного Торжка решили назвать в его честь одну из улиц. А еще имя Василия Клещенко присвоено школе номер 5, которую с отличием окончила старшая дочь героя. Говорят, что летчики не умирают, они просто навсегда остаются в небе. Может, они превращаются в птиц с большими сильными крыльями. И этими крыльями в вечном полете укрывают свою землю, свою страну, свой народ от горя и невзгод. Запомним Василия Петровича Клещенко таким, каким он был, когда вел свой вертолет над Красной площадью на Параде Победы. Параде Петровича Клещенко 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 Субтитры создавал DimaTorzok